С начала года от действий мошенников пострадали свыше 4 тысяч жителей Иркутской области. Разными методами аферисты заставляют граждан опустошить свои карманы. Зачастую жертвами становятся пенсионеры. За 2023 год они, наряду с другими потерпевшими, перевели аферистам более миллиарда рублей. Егор Сорокин продолжит тему. Ежедневно карманы телефонных аферистов наполняются миллионами незаконно заработанных рублей. Только за 2023 год в Ангарске зарегистрировано около 600 мошенничеств, совершенных при помощи сети интернет и мобильной связи. Они перевели аферистам около 90 миллионов рублей. По статистике, зачастую жертвами обмана становятся пенсионеры. Соберите деньги, что надо в палату и деньги заверните в мешочек. Я не успела это сказать, как домофон звонит. Пошла открывать. Подала свои деньги. И до свидания. И закрыла дверь. Основными уловками аферистов остаются звонки от имени сотрудников банка, обман при продаже и покупке товаров в сети интернет или легенды про проблемы родных и близких людей. Так, жительница Осинского района лишилась порядка 300 тысяч рублей. Пенсионерка доверилась злоумышленникам и, следуя их указаниям, перевела деньги со своей банковской карты на якобы безопасный счет. Я пошла на их поводу, исполнила их пожелания и попалась к мошенникам. Так что прошу вас, пожалуйста, будьте внимательны. Не отвечайте на чужие вопросы. Также крупные суммы теряют граждане при попытке заработать на инвестициях. Как правило, они связываются с брокерами, которые на самом деле не имеют ничего общего с торговлей на финансовых рынках. Граждане оформляют кредиты, которые вкладывают в торговые сделки, после чего вывести эти деньги уже невозможно. Мошенники не останавливаются на имеющихся схемах обмана и придумывают новые. Сегодня речь идет уже о взломах различных мессенджеров и рассылке через них, а также обманов при торговле на различных интернет-площадках. В любом случае важно при любой сделке в сети интернет, либо при любом диалоге с незнакомцем, когда речь идет о деньгах, быть осторожным и не дать скомпрометировать свои персональные данные, данные своих банковских карт. Ни в коем случае самому не переводить деньги. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют рассказать о схемах обмана своим близким, в том числе пожилым родственникам и знакомым. Также важно прекращать телефонный разговор с представителями банка и правоохранительных ведомств, если речь идет о сохранении ваших денежных средств. Помните об этом и не дайте себя обмануть. Егор Сорокин, Антонас Бархатов, Местное время.